Окей. Доброе утро! И добро пожаловать на первое выступление в этом году. С Новым годом всех, кого я ещё сегодня не видела. Моё выступление сегодня будет посвящено Эфиопии, наша тема Африка. Почему Эфиопии? Ну, во-первых, как Луи правильно сказала, одна из лучших вегетарианских кухонь в Эфиопии находится. В Израиле огромная община еврейская, выходцев из Эфиопии, поэтому Эфиопия как-то мне сразу пришла в голову, когда выяснилось, что тема Африка. Ну и потому что в Эфиопии сейчас происходят очень интересные изменения, о которых как раз мне бы хотелось поговорить. Моё выступление можно разделить формально на две части, но я так понимаю, что я перерыв не буду делать посередине, но сначала я расскажу немножко об истории этой страны, этот некий контекст, который поможет лучше как-то понять происходящее. Мне это было тоже интересно, потому что понять, что происходит сейчас, понять, насколько это интересно, насколько это ново, лучше знать контекст и новейшую историю, может быть, последнюю, скажем, то, что происходило в XX веке. А потом я, собственно, поговорю о реформах. Ну, сначала такая общая справка. Эфиопия формально, официально называется Федеративная демократическая республика Эфиопия, ранее также была известна как Абиссиния. Государство, расположенное в Восточной Африке, оно граничит с Эритрией на севере, с Джибути на северо-востоке, с Сомали на востоке, с Кении на юге, с Суданом на северо-западе и с Южным Суданом на юго-западе. Страна не имеет выхода к морю. Тут вот есть одна интересная подробность. До 1993 года территория Эритрии, с которой Эфиопия граничит на севере, была частью Эфиопии. И тогда, соответственно, у Эфиопии был выход к Красному морю. В 1993 году Эритрия получила независимость, и, соответственно, Эфиопия осталась без выхода к морю. Ну, я вернусь к этому. Население страны более 100 миллионов человек. Это вторая по численности страна в Африке после Нигерии. И самое населенное государство без выхода к морю. Столица Адис-Абеба, как вы все знаете, официальный язык амхарский. Страна отличается большим этническим и культурным разнообразием, что делает эту страну необычайно интересной и привлекательной для исследователей, потенциально для туристов. Но, с другой стороны, вот такое этническое культурное разнообразие это также источник политической нестабильности и частого насилия, к сожалению, в стране. Государство возникло в X веке примерно дальше происходили всякие политические события, изменения. У власти сменялись правители. Это была монархия до относительно недавнего времени. В эти подробности я вдаваться не буду. Я только скажу, что последний император Хайли Селасия I находился у власти с 30-го года по 74-й год прошлого века. Власть императора была абсолютной. В октябре 35-го года, значит, уже после прихода Гитлера к власти в Европе, в Эфиопию вторглись войска фашистской Италии. Эфиопия пыталась сопротивляться, но в результате в 36-м году итальянцы полностью подчинили себе страну. И король Италии Виктор Эммануэл III был провозглашён императором Эфиопии. В 41-м году Эфиопия вновь обрела независимость. Британская армия при поддержке войск, которые набраны были в основном в колониях британских, освободила Эфиопию. После Второй мировой войны привилегии знати сохранялись. Император жестоко контролировал прессу в стране, были запрещены политические партии. Вот, например, одна такая милая подробность. Рабство в Эфиопии было отменено лишь в 51-м году. И то это было сделано под мощным давлением мировой общественности. В 53-м году Эфиопия заключила договор о дружбе и сотрудничестве с США. И в течение последующих 20 лет США предоставляла Эфиопии так называемую помощь. Это были субсидии почти на полмиллиарда долларов, займы. Кроме того, США предоставляли бесплатное оружие на сумму примерно 140 миллионов долларов. Но тем не менее, несмотря на субсидии, несмотря на займы, ситуация в стране была тяжелая. И в период с 1972 по 1974 год масса народу в Эфиопии погибла от голода. Надо сказать, что и до этого режим, и императорская политика подвергались критике. Но вот этот массовый голод и массовая гибель людей от голода в 1974 году явилась катализатором, как это часто бывает в мировой истории, для катализатором резких и болезненных изменений. За период 1974 года в Эфиопии произошли две революции, и ни одна из них не привела даже в долгосрочной перспективе к какой-то более или менее стабильной и благополучной ситуации в стране. Первая революция произошла в 1974 году. Она как раз и была спровоцирована голодом и массовой гибелью людей от голода. В 1974 году резко выросли сцены. Это повлекло за собой массовые протесты по всей стране. И летом этого же года, 1974, возникла группа ДЕРК. Эта группа состояла из военных и студентов в основном. Это была фактически хунта марксистского толка, которая поставила своей целью построить в Эфиопии социализм. Осенью 1974 года ДЕРК фактически завладел страной, подчинил себе все административные ресурсы. Незложенный император умер в августе 1975 года. В последующие несколько лет ДЕРК укрепляла свои позиции, свое влияние путем красного террора. Красный террор был направлен на всех несогласных, сторонников монархии, левых и другие группы. Кроме того, ДЕРК сгонял крестьян в колхозы, в коллективные фермы, где крестьяне попросту умирали от голода. Некоторым из нас такая политика тоже знакома. Практически сразу же после прихода ДЕРК к власти началась гражданская война, в ходе которой режиму противостояли правые и левые силы, и в частности Народный фронт за освобождение Эритрии, которое потом, спустя много лет, получает независимость. Попытка построить социализм привела Эфиопию к полному разорению, она кончилась крахом, и в 1991 году, через 17 лет, правление ДЕРК было свергнуто. Дело в том, что, поскольку, тут еще интересная одна подробность, поскольку ДЕРК – это марксистского толка организации, они строили социализм, то, конечно, с Советским Союзом были самые теплые отношения, и Советский Союз поддерживал и помогал. А в 1991 году, как вы знаете, Советский Союз прекратил свое существование, и, с одной стороны, ДЕРК, эта организация была уже истощена внутренней борьбой, гражданской войной, с другой стороны, они лишились этого мощного союзника и помощника, и, в общем, в результате правления ДЕРК было свергнуто политической коалицией, Эфиопский народный революционно-демократический фронт. Это политическая коалиция четырех левых партий. И с 1991 года это основная политическая сила и правящая коалиция в Эфиопии. Изначально это вот вторая революция, как я сказала. С 1974 года произошли две. Вот первая была, когда ДЕРК пришел к власти, а вот эта вторая, когда Эфиопский народный революционно-демократический фронт пришел к власти. Изначально эта коалиция обещала демократию и равенство для всех этнических групп в Эфиопии, но, тем не менее, режим продолжал оставаться жестким. Там была цензура и нетерпимость к оппозиции. В коалиции доминировали представители народности Теграи, которых в Эфиопии всего 6%. Если вы помните, я вначале сказала, что в стране большое этническое разнообразие, то есть это один пример, одна из народностей, которые населяют эту страну. Но их всего 6%. Коалиция приняла Конституцию. Эта Конституция гарантировала соблюдение прав человека, но на деле любые протесты жестоко подавлялись. Сидели в тюрьме члены оппозиции, несогласные. Члены коалиции фактически управляли страной на всех уровнях правительства. Но, с другой стороны, в 1993 году правительство позволило Эритрии отделиться и образовать отдельное государство. То есть, если вы помните, во время Гражданской войны вот эта партия или движение Эритрии сражалась на стороне коалиции против режима Дерга. Вот в 1993 году они получили независимость. Но отношения между Эфиопией и Эритрией складывались непросто. Я к этому еще вернусь. Это как раз часть реформ, новшеств, которые происходят сейчас. Тем не менее, несмотря на такой жесткий режим и нетерпимость к оппозиции, за годы правления Революционно-демократического фронта экономика страны стала набирать обороты. За последние 15 лет годовой рост ВВП составлял в среднем 10%. Эта цифра, возможно, завышена, но тем не менее, если подумать, в каком состоянии была экономика на момент прихода к власти этого нового правительства, рост, в общем, это было весомое достижение. Но в последние годы все больше возникало опасение, что эфиопская модель нежизнеспособна в долгосрочной перспективе. Экономический рост произошел главным образом за счет развития инфраструктуры, строительства дорог, индустриальных зон, гигантских гидроэлектростанций. Вот, например, в данный момент строится ГЭС, Хидаса, Возрождение. Строится она около границы с Суданом на правом притоке реки Нил. Где берутся деньги на все эти проекты, на всю эту инфраструктуру? Это иностранные займы. В результате задолженность в иностранной валюте составляет 350% годового дохода от экспорта Эфиопии. Инфляция – 14%. То есть ситуация экономически довольно сложная. С точки зрения политической стабильности, авторитарный режим так же себя не оправдывал. Примерно треть населения страны составляют представители этнической группы «Арома». И все это время, конечно, им не нравилось, что вся власть в стране фактически в коалиции принадлежит Теграе, которых, как я уже сказала, 6% примерно. И вот в 2014 году по стране прокатилась волна протестов. Все началось в Ароме, в области Эфиопии, которая населена в основном представителями этой этнической группы. Это произошло после того, как Эфиопский народный революционно-демократический фронт набрал на выборах 95% голосов и занял все места в парламенте. То есть было понятно, что это было сделано после резкого и жесткого подавления любых попыток оппозиции заполучить себе какое-то влияние в стране. В октябре 2016 года, после того, как протестующие заблокировали дороги и сожгли несколько заводов, которые принадлежали иностранным компаниям, потребовалось ввести чрезвычайное положение, которое оставалось в силе на протяжении 10 месяцев. В результате всех этих перипетий в коалиции произошел раскол. Представители Арома объединились с самхарцами, это еще одна этническая группа Эфиопии, которые составляют примерно четверть населения Эфиопии. И элита, то есть представители народности Теграи, в значительной мере утратила свое влияние. Председателем партии Эфиопский народный революционно-демократический фронт был назначен Аби Ахмед. А 2 апреля 2018 года он стал премьер-министром Эфиопии. Первый раз этот пост в истории страны занял представитель Арома. Ну, собственно, вот это вот конец такого контекста и предыстории. И сейчас я могу перейти к, если ни у кого нет возражений, никому не нужен перерыв, я могу непосредственно перейти ко второй части и рассказать вам о том, чем премьер-министр занимался вот с апреля 2018 года. Ну, я вижу, что возражений нет, тогда мы продолжим непосредственно. Окей. Новый премьер-министр Аби Ахмед взял курс на политические и экономические реформы в стране. Были освобождены из заключений тысячи политических заключенных, в стране отменена цензура и контроль за средствами массовой информации. Впервые за последние 13 лет в эфиопских тюрьмах нет ни одного журналиста. С апреля прошлого года, с момента, как он стал премьер-министром, число вооружённых столкновений между полицией, армией и демонстрантами и демонстрантами любого толка сократилось на 80%. Вообще армия и полиция крайне редко прибегают к оружию. Аби Ахмед обещает также свободные и справедливые выборы. У меня есть пять минут, поэтому я сколько смогу, я скажу. В октябре 2018 года он подписал законопроект, в котором он изменил структуру кабинета министров. Во-первых, он сократил число министров с 28 до 20. Это высший орган исполнительной власти в Эфиопии. А во-вторых, состав кабинета был практически полностью обновлён. Свои посты сохранили всего четверо действующих министров. Но самое интересное, половину министерских постов, то есть 10, занимают женщины. Аби Ахмед сказал, что он считает, что женщины менее коррумпированы, чем мужчины, и что они могут восстановить в стране мир и стабильность. Таким образом, Эфиопия стала вторым государством в Африке, всего их два, после Руанды, с равным гендерным представительством в кабинете министров. В частности, министром обороны Эфиопии стала женщина впервые в истории этой страны, госпожа Айшамо Хамед. Женщина по имени Муфериат Камил также занимает постер министра мира. Это новое министерство, оно образовано в результате реструктуризации кабинета министров. Главная задача министерства – это устранение внутренних конфликтов, предотвращение общественных потрясений. Министр мира, госпожа Камил, ранее занимала должность спикера Палаты народных представителей парламента Эфиопии. Другие министерские посты, занятые женщинами, включают пост министра торговли и промышленности, министра транспорта, министра по делам женщин, детей и молодежи, министра государственных доходов, министра науки и высшего образования, министра труда и социальных дел, министра культуры и туризма, министра планирования и развития. Ну а кроме того, известная правозащитница, юрист, Миаза Ашенафи заняла пост председателя Верховного суда страны. Ну и напоследок я вам скажу, что 25 октября, прошу прощения, 2018 года парламент единогласно одобрил кандидатуру женщины на пост президента Эфиопии. Президентом Эфиопии стала дипломат Сахливорк Зевде. Ранее она работала в аппарате генерального секретаря ООН, она была специальным представителем Антонио Гутерреша при Африканском Союзе. И у меня есть тут ещё что вам рассказать, но мне кажется, что мы пять минут истекли. Хорошо. Тогда я на этом закончу. И большое спасибо за внимание. Я надеюсь, что вы для себя почерпнули нечто новое об этой интересной стране. Спасибо.